Змеиное логово Нарцисса Самцы выползают из своих домов первыми, а затем они ожидают представительниц противоположного пола. Радует лишь то, что это их рвение, есть не что иное, как естественный интерес. Змеи не ядовиты, а также совершенно безвредны. Если на улице вы их тоже не встретили, значит, возможно, вам стоит направиться в сторону образованных грунтовыми водами трещин. Ведь именно в этих местах подрастающие змеи остаются одни после того, как их бросают родители. Там они успешно переживают канадскую зиму и становятся полностью самостоятельными. Охотятся подвязочные змеи на всяких некрупных животных по типу лягушек, жаб, саламандр, ну или пиявок с червячками. А тут ученые обнаружили еще одно большое логово змей. Выглядит действительно страшно. Обыкновенный ремес. Такое название носит вот эта прекрасная певчая птица, которая отличается от многих других пернатых тем, что к строительству своего домика она подходит с особым трепетом и вниманием. Понять, что перед вами именно эта птица, довольно легко, ведь не каждый раз пернатая носит маску грабителя, верно? На этом отличительные черты не заканчиваются, ведь, на мой взгляд, главной из них является дом ремеса. Их логово постоянно походят на какие-то вязаные варежки или что-то типа того. Самцы подходят к строительству своего дома с предельной ответственностью, ведь поскольку сами птички мало чем примечательны, самки будут смотреть именно на их гнезда, на то самое место, где они смогут продолжить свой род. Родители с детства делятся со своими детенышами разными советами на будущее. Отец по секрету рассказывает сыну-птенцу, что ему стоит выбирать местечко близ реки. Дерево, ветви которого свисают к воде, это просто идеальное романтическое место. Вместе с этим не будет лишним слегка ограбить чужое, уже заброшенное гнездо. Во-первых, у птички есть фирменная маска, ее никто не распознает, а во-вторых, гнездо ведь заброшенное, значит ничего криминального в этом вроде бы и нет. Как только место будет найдено, а материалы собраны, начнется трехнедельный проект, в котором будут использоваться рогоз, пух, паутина, ветки и прочий полезный мусор, который удерживает тепло. Гнездо начинается с плетения кольца, а затем с этого каркаса наращиваются стенки. Нередко бывает, что самки присоединяются к самцу уже в процессе строительства. Они видят, какой он рукастый и умелый, и решают составить ему компанию. Пока он будет укреплять стенки, самка оборудует днище, куда отложит яйца, искусно спрятав их от самца. Ведь если он увидит яйца в своем гнезде, он незамедлительно улетит, начнет строить новый дом и искать очередную спутницу жизни. За один сезон обыкновенный ремес разбивает сердца семи-десяти дамам, но правды ради стоит отметить, что одной все-таки везет. Та самая, которая окажется с ним под закат сезона и станет его суженной. Саланганы Эти пернатые из семейства стрижей куда более надежны, чем ремес. Причем куда более, это еще мягко сказано, саланганы моногамны до мозга костей. Как только они находят свою вторую половинку, они сразу же приступают к строительству гнездышка, но оно у них делается не из камня и даже не из веток. Все куда интереснее. Основным материалом для строительства становится их собственная слюна. Она содержит просто космическое количество белка, от чего слизь становится вязкой и быстро застывает, словно суперклей. Совместными усилиями их логово строится довольно быстро, а затем начинается забота о яйцах. Родители на протяжении месяца поочередно высиживают их, и когда птенцы наконец появляются на свет, отец с матерью начинают все по-новой. Да даже гнездо они творят заново. Такое колесо жизни успевает прокрутиться раза четыре за год. Только представьте, сколько детенышей успевает наплодить парочка за свою десятилетнюю жизнь. Люди скурпулезно следят за саланганами, но не ради исследования птенцов, как может показаться на первый взгляд. Им куда интереснее их слюна, которая считается дефицитным продуктом и деликатесом, продающимся в элитных ресторанах в виде супов. Термиты. Уверен, каждый из вас слышал про этих созданий, но эти насекомые куда круче, чем вы себе представляете. Они создают подземные города размером с целые страны, а также уничтожают поселения, поедая до 450 килограммов древесины в год. Сколько всего таких групп? Можете посчитать сами. Известно лишь, что вес всех термитников равен весу всех позвоночных на земле. Разумеется, когда орда термитов столь массивна и неостановима, им нужны соответствующие логова. Дома, где им будет комфортно и удобно жить. Строят дома так называемые рабочие термиты. Это каста трудяк, которые занимаются строительством буквально круглые сутки. Они почти никогда не отдыхают и трудятся на благо своего общества. Все те сооружения из пережеванной целлюлозы, грязи, слюны и прочего высотой в несколько метров – их рук дело. Однако возвышенности над землей – это лишь малая часть всех их возможностей. Подземный город в Бразилии, например, вообще побил все возможные рекорды. Его площадь составила 230 тысяч квадратных километров. Это стало самой большой биологической сетью в мире. На ее постройку, как предполагают ученые, ушло не менее 3800 лет. Паук, скручивающий листья. Иными словами, следующего гостя можно назвать пауком-самокрутчиком. Это жуткий домосед, который готов покинуть свое убежище лишь в нескольких случаях, чтобы отремонтировать паутину или чтобы найти любовь своей жизни. И то с последним заморачиваются только самцы. Они ищут свободных самок и переезжают к ним. Там у них будет полная идиллия, совет да любовь. Парочка будет настолько заботливой и чуткой, что как только у них появятся детеныши, они тут же поместят их в специальные листики, которые и будут служить для них полноценным домом. Подобный киндер-сюрприз мать обматывает дополнительным слоем паутины и подвешивает подальше от своего дома в густой листве. Весит кладка до 200 миллиграммов, почти в 4 раза больше, чем сама паутина. Листовое логово помогает подрастающему поколению защищаться от хищников. Что удивительно, когда паук подрастет, он не покинет этот лист. Он, наоборот, так сильно к нему привыкнет, что будет жить в нем и дальше. Покидая логово лишь по уже упомянутым ранее причинам. Угрюмый осьминог Готов поспорить, что логово этого создания никто из нас в жизни бы не заметил, окажись мы под водой с дыхательной трубкой. Угрюмый осьминог, несмотря на свой пессимистичный взгляд по жизни, умело маскируется, используя множество подручных материалов. Вместе с этим он отлично коммуницирует с сородичами и по необходимости пользуется их помощью. Совместно они могут создать даже целые города, в которых моллюски будут прятаться в водорослях и предупреждать собратьев о надвигающейся опасности. Угрюмым осьминога назвали не из-за его странного взгляда, как может показаться поначалу, а вероятно из-за темной окраски тела и одиночного образа жизни. Да, вы все правильно услышали, именно одиночного. Та история с городами и социализацией скорее исключение из правил. Днем осьминог прячется в своем гнезде, окруженном камнями и щебнем, которые он собрал для защиты, а ночью выдвигается на охоту. Согласитесь, домик угрюмый морской житель делает отменно. Даже приглядевшись, его очень трудно обнаружить, а у проплывающих на больших скоростях рыбок так и вовсе практически нет шансов увидеть его. Люковых дел мастер А это еще одно создание, которое предпочитает прятаться в домике. В его случае таковым выступает нора. Для ее рытья он использует челюсти и передние ноги. Некоторые семейства даже имеют специальные грабли на поверхности хелицер, которыми разгребают грунт. Ни о какой маскировке камнями или листьями здесь речи не идет, ведь люковый паук пошел более продвинутым путем и научился строить полноценные дверцы. Они делаются из частичек почвы, коры и травинок, крепящиеся при помощи паутины. Дверцы могут быть как более толстыми, так и наоборот очень тонкими. Все упирается в территорию, на которой живет люковый паук, а также в его личные предпочтения. Пауки, термиты… Давайте продолжим тему насекомых. Как и на кого охотятся муравьи, как устроено их общество, а также на какие чудеса строительства они способны. Охота Муравьи питаются преимущественно соком растений, подольют лей и других сосущих насекомых. Для этого не нужна какая-то особенная техника. Зато, когда дело доходит до периода кормления личинок или защиты, без охоты и сражений не обойтись. Нередко муравьи охотятся в одиночку, так они поступают с небольшой или неопасной добычей. Например, один муравей может без труда расправиться с термитами и даже некрупными тараканами. Порой достаточно лишь одного укуса, чтобы нейтрализовать добычу, после чего муравей обычно приносит ее в жилище. Если же добыча представляет угрозу или отличается немаленькими размерами, муравей сначала пытается отравить ее, используя муравьиную кислоту. Но все же нередко муравьи действуют сообща. Колония муравьев представляет собой один суперорганизм, в котором каждая особь выполняет свои функции. Многочисленным войском муравьи способны охотиться даже на очень крупных животных. Например, на больших насекомых по типу кузнечиков или палочников. Муравьи облепляют жертву со всех сторон и начинают кусать и разделывать ее, целясь в самые уязвимые места. Работают они своими жвалами, загоняя в организм жертвы кислоты и токсины. Насекомое едва ли может выдержать такой натиск. Да что там насекомое? Иногда муравьи нападают даже на слизняков и крабов. Причем охота проходит успешно и в таких случаях. Принцип действия тут тот же – совместная атака муравьев со всех сторон. Ну а особо безбашенные муравьи могут покуситься даже на змею. Правда, в таком случае охота обычно несет только защитную функцию. Но куда чаще муравьи выясняют отношения друг с другом. Правда, не в рамках одной колонии. Наоборот, внутри колонии обычно царит полный порядок, и каждый муравей пытается поддержать своего сородича. Исключением может быть перенаселение или наличие больных и бесполезных особей. Тогда да, муравьи могут избавиться от кого-то из своих. Войны между колониями разных муравьев и даже муравьев разных видов – дело обычное. Как правило, такие сражения ведутся за территорию. Что интересно, муравьи, будучи умными насекомыми, не устраивают глупую бойню, пытаясь задавить врага только количеством. Муравьи пользуются тактикой. Обычно в первые ряды встают самые слабые муравьи, задача которых – пройти как можно дальше и забрать с собой как можно больше врагов. Далее в дело вступают уже опытные бойцы, которые захватывают территорию и зачищают оставшихся противников. Та колония, которая победит, завоевывает территорию и расширяется. Помимо этого, муравьи иногда совершают налеты на чужие муравейники и гнезда. Это может быть полноценная стелс-операция. Муравьи должны вторгнуться тихо и незаметно, чтобы провести все максимально четко. Интересно то, что муравьи не только ликвидируют врага и захватывают территории, но и могут брать насекомых в плен. Другие муравьи силой перетаскиваются в колонию победителей, где отныне они будут работать вместе с остальными. Удивительно, насколько муравьи похожи на людей в плане ведения боевых действий. Однако это не единственное сходство. Как и мы, муравьи заводят домашних животных. Но не чтобы они радовали их и поднимали им настроение, а сугубо в полезных целях. Главные домашние животные муравьев – тли. Для муравьев это что-то вроде коров. Тля питается соком растений, а в качестве отхода в жизнедеятельности выделяет сахар. Сладкие капельки, называемые медвяной росой – это важный источник энергии для муравьев, поэтому они разводят целые колонии тли, обеспечивая себя пропитанием. В свою очередь, муравьи ценят тлей. Они обеспечивают их питанием, перенося с растения на растения, и защищают от естественных врагов – различных насекомых. Зимует тля в теплом муравейнике, а за ее яйцами муравьи ухаживают, как и за собственными. Иерархия В начале выпуска я сказал, что колония муравьев – это, по сути, один суперорганизм. Они действуют слаженно, сообща и эффективно, и это не только потому, что они трудяги. Во многом это связано с иерархией насекомых. Главная особь в муравьиной колонии – королева или муравьиная матка. Обычно это самый крупный муравей во всей колонии, которого легко можно отличить от других. Главная задача королевы – производство потомства. Интересно, что спаривание королевы обычно происходит только один раз во время так называемого брачного полета с самцами. Королева при этом получает запас семени самца, расходуемый постепенно на протяжении всей ее жизни. Такая самка ищет новое место, основывает колонию и становится королевой, всю свою жизнь откладывая яйца и занимаясь продолжением рода. Это может продолжаться аж на протяжении 20 лет. Самцы при этом особо полезной роли не играют. Многие из них после спаривания погибают, поэтому основу муравьиной колонии составляют именно самки, половая система которых подавлена во время жизни королевы. Большинство муравьев, которые мы когда-либо видим или видели – это самки. Уже они подразделяются на две основные касты – солдаты и рабочие. Обычно солдаты крупнее рабочих. Их задача – защита королевы и яиц, охрана муравейника, провизии, тлей, а также участие в боевых операциях, о которых я уже рассказывал. Это захват территорий и налеты на гнезда. Также иногда солдаты помогают рабочим с крупной добычей. Они ее разрывают на более мелкие части, которые работяги уже самостоятельно утаскивают в муравейник. Рабочие муравьи – самые многочисленные. Как правило, мы видим именно их. У каждого из них есть свои четкие задачи. Например, одни рабочие занимаются только строительством и восстановлением муравейников. Вторые отвечают за добычу припасов и провизии и их доставку к жилищу. Третьи – своего рода фермеры. Они работают с тлями, разносят их по растениям и собирают их росу. Не особо опытные и молодые рабочие, как правило, пашут внутри муравейника. Они обустраивают быт внутри, роют новые проходы и ячейки, а также присматривают за личинками. А некоторые рабочие находятся в связке с солдатами и обеспечивают воинов питанием. Как правило, функции муравья-рабочего не меняются почти всю жизнь. Повлиять на смену деятельности может только возраст, когда старый муравей уже не годится для определенной деятельности или же внезапная гибель большей части колонии. Может лишь показаться, что это какой-то неряшливый холм из веточек. На самом деле, это невероятно сложное и эпичное строение с несколькими уровнями и всем необходимым. Возможно, кто-то об этом не знает, но муравейник – это не только тот самый холм. Это вообще лишь надземная часть, называющаяся куполом. А есть еще подземная. Она уходит вглубь почвы и отличается сложными ходами с широкими полостями. Муравейник появляется на том месте, которое королева выберет при основании своей колонии. Она садится на землю, отрывает себе крылья, привязывая себя к месту, и роет небольшое гнездо, куда откладывает первые яйца. Когда на свет появляются первые рабочие, они начинают строить муравейник вокруг этого гнезда. Постепенно рабочих становится все больше и больше. Они таскают к гнезду почву, песок, глину, веточки, хвою и так далее. А также занимаются рытьем проходов, туннелей и прочих ходов. Так и появляется муравейник вместе с полноценной колонией. Внутри него можно найти отдельные камеры для хранения корма, выращивания личинок и зимовки. Муравейники очень хрупкие. Возможно, вы сами не раз ломали их в детстве, видя в лесу. Их может разрушить и погода, например, сильный дождь. Муравьи, конечно, позлятся из-за такого, но недолго. Уже вскоре работяги примутся за дело и быстро восстановят жилище. Порой муравейники могут достигать метра в высоту и отличаться невероятной системой под землей. Это круто, но вовсе не предел. Изредка колонии муравьев бывают такими крупными, что даже огромным муравейникам не обойтись. Тогда насекомые строят целые города. Один из них нашли несколько лет назад в Бразилии. Ученые откопали город, в котором некогда обитали миллионы муравьев. Площадь города составила около 500 квадратных метров, а максимальная глубина подземных туннелей – 26 метров. В общей сложности муравьи раскопали около 40 тонн почвы для создания лабиринтов, дорог, проходов, комнат и ячеек. Ученые считают, что титаническая работа по созданию этого города сравнима с постройкой Великой Китайской Стены людьми. Тот факт, что муравьям удалось построить себе такой мега-муравейник, еще раз подтвердил убеждение ученых, что сообщество муравьев – это удивительный суперорганизм. А теперь я расскажу вам о самых невероятных постройках животных. Начнем с того, что опустимся под воду и посмотрим на это. А это, собственно, что такое? У вас есть мысли? Может, это след от какого-то подводного объекта? Или нечто инопланетное? Что-то космическое в этом и правда есть. Только все это – дело рук вполне земных рыб, то есть дело их плавников. Эти круги под водой долгое время оставили ученых в тупик. Они не понимали, что это такое, и не знали, кто их оставляет. Впервые такой круг нашли в 1995 году на морском дне у берегов Японии. И лишь более чем 15 лет спустя тайна была раскрыта. Оказалось, это своеобразные постройки иглобрюхих, а именно рыб-фугу. Да, тех самых, которые еще могут быть деликатесом, если их правильно приготовить. Дайверы, наконец, заметили и засняли, как небольшой самец-фугу плыл у самого дна, двигая плавниками, а за ним по песку тянулась аккуратная канавка. Он проделывал эти манипуляции несколько раз подряд, двигаясь в разных направлениях, и в итоге сконструировал, сконструировал такой вот круг. Но для чего? Ответ не заставил себя долго ждать. Выяснилось, что так самцы-фугу производят впечатление на самок. Чем красивее круг, тем больше шансов, что самка ответит взаимностью. Если ей нравится подводное строение, она откладывает в центр круга икру и уплывает. Получается, таинственный круг под водой – это не только красивое творение рыбы, но и место для продолжения ее рода. Взгляните на этот кадр. Выглядит достаточно впечатляюще, правда? Можно подумать, что это какое-то глиняное строение древней цивилизации, и рядом ведутся раскопки. Но нет, это творение животных, причем очень маленьких. Это термитник. Термиты – чуть ли не самые крутые строители во всем мире животных. Этот термитник, что вы увидели, лишь одно из тысяч подтверждений моих слов. Термиты строят дома из собственной слюны, песка, глины и измельченного дерева, которые превращаются в смесь и быстро застывают. Колония термитов насчитывает миллионы особей, и все они дружно трудятся. Поэтому им удается создавать по-настоящему огромные строения. Многие термитники похожи на средневековые замки и возвышаются на 4, 5 или 6 метров над землей. На строительство такого масштабного сооружения термиты могут потратить сотни лет, работая поколениями. Причем то, что мы видим, это лишь верхушка айсберга. Термитники устроены сложным образом внутри и под землей. Это полноценные мегаполисы, как и у нас. Там есть склады, жилые комнаты, родовые комнаты, крепости для защиты, теплицы для выращивания продуктов, камеры для хранения яиц и многое другое. Термитники продуманы и в другом плане. В них имеется система вентиляции, поддерживающая внутри постоянный микроклимат. Есть своего рода вытяжки и воздушные шахты. Именно термиты своими строениями вдохновили инженеров на проект самоохлаждающихся домов. Просто представьте, какие-то, казалось бы, бесполезные букашки внесли реальный вклад в строительство человеческих зданий. Но это еще не все. Есть такие термитники, которые поражают так сильно, на что в это ну никак не верится. Что, если я скажу вам, что в мире есть термитник, который по территории сопоставим с целой Великобританией? Невероятно, но это факт. Правда, речь идет о целом комплексе термитников. Он находится в Бразилии, а строить его начали 4000 лет назад. Получается, он еще и почти ровесник пирамиды Хеопса. К слову о пирамидах, ученые оценили, что количество вырытой термитниками земли в этом месте равняется примерно 10-ти кубическим километрам, что соответствует приблизительно 4000 египетским пирамидам. В общей сложности тут находится 200 миллионов конусообразных холмов высотой около 2,5 метров и диаметром в 9 метров. Короче, это что-то крышесносное. Пожалуй, только один тип строений может потягаться с термитниками в плане масштабности и продуманности. Это муравейники. Думаю, не ошибусь, если скажу, что муравейник видел каждый из нас, но вряд ли кого-то он сильно впечатлил. Подумаешь, какая-то небольшая горка из веточек. Но опять же, это лишь верхушка айсберга. Муравейник вполне может посоперничать с человеческим мегаполисом в плане продуманности и сложности дизайна. Верхушка муравейника – это просто холмик или купол. Ничего особо интересного. Все самое интересное внутри. Подземная часть муравейника уходит глубоко в землю и красиво разветвляется. Если залить покинутый муравейник расплавленным металлом и остудить его, это будет отчетливо видно. Как и в случае с термитниками, в муравейнике есть помещение для любых нужд. В одних комнатах хранится еда, в других выращиваются личинки, в третьих муравьи зимуют и так далее. Муравейник очень похож на термитник, но у него есть недостаток. Это материал. Он куда более хрупкий, чем смесь термитов, поэтому постройка может рухнуть даже после банального дождя. К тому же муравейник можно сломать, просто случайно задев его ногой на прогулке в лесу. Но муравьи – не только крутые строители, но и превосходные ремонтники. Поломанный муравейник они отстраивают моментально. Не обошлось без рекорда и здесь. Что интересно, рекордная постройка вновь была найдена в Бразилии. В 2012 году команда ученых нашла гигантский муравейник площадью 500 квадратных метров и глубиной 26 метров. Это один из самых крупных муравейников всех времен. Его даже муравейником трудно назвать. Это полноценный город. Ученые вели там раскопки, прямо как полноценные археологи, когда те находят древние города людей. В муравьином городе нашли дороги, туннели, поля, сады и даже шоссе. Когда-то здесь обитала одна из крупнейших колоний муравьев-листорезов в мире. Эти работяги перекопали 40 тонн почвы, чтобы создать этот шедевр. И если тот рекордный комплекс термитников сравнивают с египетскими пирамидами, то этот муравьиный город ученые сравнили с Великой Китайской стеной. Согласны с таким сравнением? Ладно, оставим насекомых в покое. Суперстроение есть не только у них. Взгляните на это. Кажется, что это какой-то огромный сток сена или аномальный и мутировавший улей где-то на деревьях или столбах. Правда? На деле же это одно из самых удивительных птичьих гнезд на свете. Автор творения – скромная пташка под названием обыкновенный общественный ткач. Эта африканская птица небольшая, около 15 сантиметров в длину, да и весит грамма в 30. Но благодаря трудолюбию и работоспособности она может создать такой шедевр. Не одна, конечно. Работает целая колония, в которой находится от 100 особей и больше. Гнезда ткачей могут достигать 8 метров в длину и 2-3 в высоту, но размеры бывают разными. В любом случае, в основном гнезде может обитать огромная колония из сотен особей. Сами гнезда представляют собой строение внутри строений. Огромное гнездо состоит из отдельных камер, каждая из которых занята гнездящейся парой птиц. Короче говоря, гнездо общественного ткача – это, по сути, многоэтажка. Как и в современных домах, тут есть охранная система. Правда, не в виде домофона, охранника и консьержа, а в виде острой и колючей соломы, которая защищает входные туннели от хищников. Но это не всегда помогает. Порой в гнездо прокрадываются юркие змеи. Ну и стоит отметить, что, как и в термитниках, в гнездах ткачей свой микроклимат. Благодаря строительным скиллам птиц, во внутренних камерах сохраняется тепло даже ночью. Еще одни гнезда. Птицы строят свои гнезда на деревьях. Об этом знают все, ведь чем выше ты сидишь, тем меньше шанс, что тебя или твоих детенышей слопает какой-нибудь хищник. Но эти птицы строят гнезда прямо на земле, и их гнезда, мягко говоря, очень сильно отличаются от типичных и более напоминают шалаши. Все логично, ведь их строят шалашники, птицы из Австралии и Новой Гвинеи. Правда, эти постройки предназначены не для жилья. Обычные гнезда шалашников расположены на деревьях, а наземные нужны, чтобы привлечь, конечно, самок. Вообще поразительно, насколько порой большие шалаши воздвигают эти птицы. Такие даже не каждый человек построит. Но самую важную роль тут играет не столько сам шалаш, сколько обстановка вокруг. Вход и подход к шалашу должен быть украшен максимально пестро, насыщенно и богато. Для этого самец шалашника летает на поиски ярких предметов. От цветов, ракушек и ягод, до монет и даже мусора с пластиком. Особенно сильно пернатых девушек привлекает синий цвет, поэтому самцы стараются отыскать именно что-нибудь синенькое в качестве декора. Казалось бы, самец так старался, воздвиг потрясающую постройку, все красиво украсил. Самка по-любому согласится спариться с ним после такого, но нет. Девушки-шалашники слишком требовательные. После изнурительного строительства самец должен еще исполнить брачный танец. И вот если он тоже понравится самке, то только тогда она согласится на спаривание, которое пройдет прямо тут в шалаше. Плотины. Уверен, вы это ждали. Ведь бобры и плотины это первое, что приходит в голову, когда речь заходит о строительстве в мире животных. Все знают, что бобры строят плотины, но знаете ли вы, для чего они это делают? Вряд ли ведь им больше нечем заняться, верно? На самом деле, плотина – это защитная мера. Бобры живут в норах или хатках, которые возвышаются над поверхностью водоемов. Для того, чтобы жилье всегда было защищено от проникновения хищников, вход в него должен быть затоплен. Вот для чего бобры с помощью плотин поддерживают в речках и ручьях высокий уровень воды. Правда, людей такой вариант не устраивает. Бобровые плотины могут стать причиной потоплений в городах и селах из-за повышенного уровня воды, поэтому специальные работники их разбирают и разламывают. Жаль, конечно, портить творение бобров, но нам же тоже надо как-то нормально жить. Но вернемся к бобрам. Плотины они строят из веток и деревьев, которые грызут своими зубищами. За несколько дней бобер может свалить толстое дерево, перегрызя его. Также в плотину они добавляют грязь, небольшие палки и ил. Сам процесс строительства в целом обычный, однако это не бездумное нагромождение веток. Бобры тщательно переплетают все элементы друг с другом, чтобы конструкция была прочной и надежной. Иначе ее очень быстро размоют. А если вдруг возникает течь в результате пробоины, бобер тут же чинит ее, ведь от этого зависит его жизнь. Средняя бобровая плотина в высоту и ширину примерно как взрослый человек, но есть у этих грызунов и рекордные постройки. В канадской провинции Альберта, в национальном парке Вуд-Баффало, расположена самая большая в мире бобровая плотина. Ее длина составляет 850 метров. Сама плотина состоит из двух отдельных плотин, которые бобры соединили вместе. Причем они не останавливаются на достигнутом. Все время чинят плотину, упрочняют ее и дополняют, чтобы та становилась еще крупнее. Но не все постройки выглядят безобидными. Например, змеи могут просто оккупировать огромную территорию и превратить ее в гигантское логово, а осы способны соорудить улья внутри домов и машин. Об этом далее. Самое большое змеиное логово в мире. В древнем Вавилоне и Осирии, в Африке и Китае змеям поклонялись, их боялись и приписывали им волшебные свойства. Люди всегда мечтали приручить змей и обратить их в волшебную и целебную силу в свою пользу, а потому эта рептилия почиталась среди многих народов. В современном сообществе немало тех, у кого есть фобия этих рептилий, так же, как и тех, кто искренне восхищается этими пресмыкающимися. Доказательство последнему многочисленные потоки туристов в канадской провинции Манитоба, где можно увидеть самое большое скопление змей на планете. С приходом весны вблизи болот на охраняемой территории под названием Змеиные ямы нарцисса десятки тысяч подвязочных змей выползают из своих укрытий и создают скопление, состоящее, как правило, из более чем пятидесяти тысяч змей. Причина кроется в начинающемся периоде спаривания. Обычно брачные ритуалы длятся две-три недели. Первыми выползают из змейных укрытий самцы, они с нетерпением ждут самок, а когда те, наконец, тоже выползают из пещер, самцы их сразу же атакуют. Самок гораздо меньше, чем самцов, поэтому на одну даму может приходиться с десяток кавалеров. Из-за особого рвения самцов они даже переплетаются друг с другом и образуют шар. По словам многих профессоров, изучающих эту особенную местность, в одной из ям нарцисса может насчитываться около 35 тысяч змей и 250 тысяч змей во всей области. Всего было зафиксировано четыре подобных логова на территории и примечательно, что все они связаны друг с другом тропинкой длиной около трех километров. К счастью, любители этих присмыкающихся с раздвоенным языком могут не переживать за свою безопасность во время наблюдения за столь увлекательным зрелищем. Для туристов, приезжающих в нарцисс, рядом с логовом были построены специальные платформы для наблюдения. Дедушка осиных гнезд В представлении многих людей существуют добрые осы и злые, но с научной точки зрения чаще в обыденной жизни встречаются обыкновенные желтые осы. Это печально известные агрессивные хищные вредители, выделяющиеся своим защитным поведением, ведь они могут ужалить, почувствовав опасность. Эти насекомые, как правило, строят свои гнезда под землей или в заброшенных норах грызунов, что означает, что у них есть только один вход для самозащиты. Хотя эта колония похоже исключение. Это осиное гнездо было обнаружено в сарае в Паттерсоне, штат Луизиана, еще в 2017 году. Дезинсектор Джуд Верет столкнулся, по его собственным словам, с дедушкой осиного гнезда. Это гнездо, состоящее из опасных ос, поглотило все и вся на своем пути, заняв большую часть наземного пространства сарая. Но прежде, чем дезинсектор успел приступить к разборке гнезда, он внезапно подвергнулся бомбардировке. Чем дальше он заходил, тем хуже становилось. Когда он начал разрывать гнездо руками в перчатках, тысячи появившихся ос начали его атаковать. Они летели на Джуда так агрессивно, что на оригинальной записи видео едва слышно, как он говорит. Но понадобилось бы больше тысячи, а может и десятков тысяч насекомых, чтобы помешать Верету выполнить свою работу. В течение 45 минут он очистил весь сарай, ни разу не ужалившись. Осы Алабамы Когда теплеет, большинство людей в Америке отмечают это вечеринкой у бассейна или пикником, но в Алабаме жители могут испортить свои летние праздники из-за обнаружения ползающих по коже насекомых, о которых шла речь ранее, те самые опасные осы. Обычно колонии этих дьяволов летом образуют небольшие гнезда, насчитывающие около четырех тысяч особей, которые, как правило, погибают холодной зимой. колоний доживает до следующего лета. Это приводит к появлению огромных роев, которые начинают строить огромные многолетние гнезда по всему юго-восточному штату. Летом 2006 года в Алабаме колония более чем из 15 тысяч насекомых полностью заняла салон этой старой машины. От окна до колеса они покрыли машину материалом, похожим на бумагу, который составляет внутренние слои гнезда. Он сделан из древесного волокна, которые осы пережевывают и смешивают со своей слюной, создавая таким образом бумажную массу. Затем они выплевывают его и придают ему нужную форму, и если их не остановить, их колония продолжит свой рост, и они будут продолжать строить и строить. К сожалению, владелец этой несчастной машины убедился в этом на собственном горьком опыте. Правда, это было лишь одно из ошеломляющих 90 супергнезд, найденных в этом году. Некоторые из них располагались в еще более странных местах. Например, как эта, которая была обнаружена внутри старого выброшенного матраса. Можно даже рассмотреть, как насекомые сформировали внутренние перегородки гнезда вокруг внутренностей матраса. Они похожи на соты, но в действительности в них нет ничего сладкого. Именно в этих шестиугольных адских пространствах хосы хранят и выращивают свои яйца, из которых впоследствии вылупляется еще больше коварных насекомых. Повезло, что никому не довелось вздремнуть на этом старом матрасе, иначе будильник был бы довольно резким и болезненным. К счастью, после лета 2006 года жители региона наконец-то смогли отдохнуть спокойно. Вернулась череда холодных зим, лишивших возможности возрождения вечных колоний насекомых. Правда, так было до недавнего времени. В 2019-м тихая дорога в округе Шелби внезапно оживилась, когда на обочине было обнаружено огромное супергнездо. Исследователи подсчитали, что оно было около полутора метров в высоту и метра в ширину. Там скрывалось около 15 тысяч особей. Не похоже, что гигантские гнезда вредителей исчезнут в ближайшее время. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях строения, каких животных впечатлили вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.